МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, в эфире новости на РНТВ Воронеж. С вами Тамара Чернова. Открытым протестом ответила воронежская молодежь на повышение стоимости проезда в городском транспорте. В самом центре города, на проспекте революции, у памятника Никитину, накануне вечером группа молодых людей встала в пикет. Ожидали, правда, что акцию поддержат около сотни человек, но получилось несколько меньше. 12, 15, 25. Мы не можем столько платить. И, наконец, помойте ваши маршрутки. Немногочисленные пикетчики вышли с воздумками по существу. Студенты именно они составили костяк протестующих, заявляют. Проезд в воронежском транспорте не стоит тех денег, что за него берут. Часто это транспорт, который может просто на ходу сломаться. Вот был случай около Тихой Зауди в Отрожке. У 43-го автобуса маршрута колесо просто отлетело на ходу. Даются наличные расходы каждый день в техникум. То есть на один проезд уходит 30 рублей. Это если не надо никуда ехать еще. Это слишком, ну, на мой взгляд, это слишком высокая цена, ничем не оправданно. У меня есть знакомые, у которых зарплата не такая большая, а им приходится ездить на работу с пересадкой. То есть 60 рублей только на работу. Протест, по словам пикетчиков, вызвало даже не само повышение, а то, что и год назад, когда повышали цену до 12 рублей, воронежцам объясняли это необходимостью обновить подвижной состав. Однако перемен не случилось. Не будет их и в этот раз, уверены активисты. Мы сейчас собираем подписи в интернете, онлайн-петицию. Около 2000 человек подписали. Сейчас мы планируем собирать подписи и в реальном времени у людей. После всего составить петицию, прошение к нашему мэру, губернатору. Какая будет реакция от них, хотим посмотреть. Борьбу с неоправданным повышением цен на транспорте возглавило общественное движение «Граждане в ярости». Но вот, судя по реакции очевидцев этого протеста, до ярости воронежцам явно далеко. Бесполезно. Ну, люди, некоторые возмущаются, все вроде пар спускают. Власть у нас, она не очень прислушивается к народу, поэтому, увы, увы. Впрочем, несмотря на скепсис, активная молодежь сдаваться не намерена. Тем более, что поговаривают о возможном очередном повышении. Уже до 20 рублей. Марина Славьева, Алексей Савинков, РЕН-ТВ, Воронеж. Пожар в переулке Пожарского. Двухэтажный частный дом в Ленинском районе загорелся средь бела дня. Внутри в это время никого не было. Неладное вовремя заметили соседей и вызвали пожарных. Случилось это в частном секторе, и пожар был виден во всей округе. Загорелось, видимо, на мансарде. Дым с огнем валилось под крыши. Справиться с пламенем пытались 4 пожарных расчета. На месте работали 12 спасателей. И, если можно так сказать, хозяевам дома повезло. Жилище спасли, выгорела только крыша. Из-за чего случился пожар, пока неизвестно. Сейчас причину устанавливают специалисты, но уже склоняются к версии короткого замыкания электропроводки. А сейчас к ситуации в экономике. У нас в студии Ирина Логошина. Ирина, здравствуйте. Что у вас нового для нас? Добрый день, Тамара. Сегодня немного цифр официальной статистики. По данным службы статистики, инфляция в нашей области за последние два месяца составила 7,6%. Это почти на 5% больше, чем за тот же период в прошлом году. Только на продовольственные товары цены с начала года повысились больше, чем на 10%. Заметно прибавили в цене подсолнечное масло, кофе, чай, овощи, крупы, бананы и виноград. От 12 до 26%. На таком фоне совсем незаметным кажется некоторый спа цен на огурцы и помидоры. Почти на 12%. Стоимость минимального набора продуктов в Воронежской области в феврале составила 3432 рубля. По сравнению с декабрем она выросла на 16%. Отмечают и значительное от 10 до 16% подорожание медицинских товаров. Особенно заметен рост на такие лекарственные средства, как анальгин, кроволол и волокордин. Вот такие новости. Ну что ж, Ирина, спасибо. А мы продолжаем выпуск. Бывший сотрудник органов внутренних дел готовится предстать перед судом. 34-летнего мужчину, который, как известно, служил в Новоусом, не задержали с наркотиками в автомобиле. Он попался на дороге госавтоинспектором в ноябре прошлого года. Произошло это в нерабочее время. Окончив службу, следователь полиции купил в Воронеже синтетику под названием «Скорость». И уже с этой покупкой поздним вечером отправился на машине домой, в Новоусом. Его остановили на посту ДПС и тут же задержали. При досмотре в кармане нашли пакет, как позже оценили эксперты, с наркотиками в крупном размере. Сотрудника полиции обвинили в незаконном приобретении и хранении наркотических веществ без цели сбыта. При проведении предварительного следствия бывший сотрудник органов внутренних дел дал признательные показания, раскаялся в содеянном. Дал показания о том, что он употребляет данные наркотические средства лично и в дальнейшем их не продает. В связи с чем было предъявлено соответствующее обвинение. Как известно, наркотики он употреблял продолжительное время. После задержания полицейского сразу же уволили из органов. Сейчас дело передано в суд и теперь бывшему правоохранителю грозит до 10 лет лишения свободы. Статья относится к категории тяжких. Елена Тимнова, Вадим Кузин, РЕН-ТВ, Воронеж. Митрополит Воронежский Лискинский Сергий рассказал, как не покориться духу времени. Свои мысли он изложил в книге, которую сам и написал. Издание представили в Никитинской библиотеке, где накануне вечером торжественно открыли дни православной книги в Воронеже. Не просто книга, сборник воспоминаний. И не просто воспоминаний. Издание называется «Не покориться духу времени». Митрополит Воронежский Лискинский пишет о видных иерархах русской православной церкви, об известных государственных и общественных деятелях, о малоизвестных страницах отечественной и церковной истории. Это мои интервью, которые были записаны нашими сотрудниками. И там я излагаю, в общем-то, о своей жизни, о своих впечатлениях. Она не носит никакого ненаучного характера, ничего. Это то, с чем я жил, с чем я встречался, с теми людьми. Это самое большое богатство, с которым я по жизни встречался. Пусть книга и ненаучного характера, но интерес к ней проявляют все, кто интересуется историей России. Студент философского факультета, гость из Центральной Африки Серж Дамба с трудом говорит по-русски, но ему уже не терпится засесть за чтение. Вопросы это интересные, это его жизнь, что-то он думает, как он служит Богу. Поэтому мне тоже интересно, надо читать. Прежде всего, книга поступит в книжные и церковные лавки. Но, кстати, узнать мнение митрополита по самым разным вопросам можно и не выходя из дома. Вот уже два года на телеканале РЕН-ТВ Воронеж выходит программа с участием митрополита Сергия. Я счастлив и богат тем, что у меня есть возможность быть суработником владыки над нашей передачей о главном слове архипасторя. Презентация сборника с воспоминаниями архипасторя открыла дни православной книги в Воронеже. Впереди книжные выставки и ярмарки, творческие встречи и благотворительные акции. Ольга Зобова, Сергей Гладков, РЕН-ТВ, Воронеж. Взрывы мин, погибшие военнослужащие, сгоревшая техника и разрушенные дома мирных людей. Все это удалось запечатлеть корреспондентам нашего телеканала. Съемочная группа передачи в строю отработала в приграничной зоне Украины. Передают, что на соседней с Воронежской области Луганщине до сих пор неспокойно. Водителям даже в сумерках рекомендуют двигаться с выключенными фарами, чтобы не стать мишенью снайпера. Видеоматериал из прифронтовой полосы в Луганской области мы покажем прямо сейчас. Все подробности у Сергея Агапова.